Российские врачи провели уникальную операцию по извлечению гранаты из груди участника СВО. Неразорвавшийся снаряд мог сдетонировать в любой момент. Боеприпас оказался цел, однако врачи приняли решение сделать все возможное в районной поликлинике Белгородской области. Несмотря на все риски, благодаря профессионализму медиков, операция прошла успешно. Сейчас младший сержант, оказавшийся буквально на волоске от смерти, идет на поправку. Кстати, в практике российских врачей уже была похожая история. Аналогичную операцию выполнил Юрий Сикорский, который сейчас работает в одной из анапских здравниц. Нашей съемочной группе удалось пообщаться с военным хирургом и узнать подробности тех событий. Когда я был в командировке в Чеченской народной республике, во время второй чеченской кампании, во время, после обеда позвали в рентген кабинет, потому что совершенно случайно при обследовании очередного раненого обнаружили, что в левом бедре находится неразорвавшийся снаряд. После детализации выяснили, что это граната подствольного, из подствольного гранатомета ОК-25. Причем уникальность ее заключалась в том, что основной заряд находился с одной стороны бедренной кости сломанной, а взрыватель со второй. Наши знания на тот момент не позволяли нам понять, есть там проводки, нет проводки. Были приглашены саперы. Учитывая, что медицинский батальон в тот момент находился в полуполевых условиях, и операционные наши были представлены вагончиками, переоборудованные под операционные, где рядом же находились и кислородные баллоны, и рядышком находилось отделение анестезиологии и реанимации. Было принято решение о том, что операцию будем проводить на краю котлована, строящегося на тот момент военного госпиталя. Была проведена анестезия, эндотрихиальный наркоз, комплексная эндотрихиальная наркоза. Ситуация сводилась к тому, что в момент введения больного в данный вид анестезии происходит непроизвольное приведение миорелаксантов, непроизвольное подергивание всех мышц. А учитывая, что четкая информация о том, есть там проводки или нет, мы не знали. Это был самый опасный момент. То есть после того, как больному был дан наркоз, мы выполнили с Игорем Писикиным разрез, извлекли основной заряд, который находился поближе, он был большим, извлекли, пытались найти и в итоге нашли взрыватель. Все эти предметы были помещены в специально подготовленный ящик металлический для обезопасивания всех окружающих. Реальность сводится к тому, что военные хирурги – это люди, которые подготовлены и подготавливались для выполнения любых видов оперативных вмешательств, и в том числе и таких необычных, не уникальных, необычных. Поэтому сказать, что мы там совершили что-то сверхъестественное нельзя. Мы выполняли свою работу на тот момент необходимую.